Ребята, ну просим же, не сбивайте стадикам! Есть повесть временных лет, то есть люди друг другу рассказывали, эта память оставалась, а дальше каким-то образом Нестор сумел саккумулировать. И мы стали просто исследовать, чтобы создать этот мир, надо было его придумать, то есть продумать, придумать и понять. И мы не цеплялись за какие-то конкретные сцены или что-то. Мы сначала пытались нарисовать весь мир, как бы это могло выглядеть. Андрей все время просил, чтобы это не было постановочным кадром, а именно как документальный кадр жизни. Мы начали разрабатывать дизайн костюмов, мир наш целый, какие дома, как устроены. У меня было два доктора наук, которые помогали. Мы прорисовывали практически каждый эпизод. На каждого главного персонажа основного был и свой меч с его характером. Именно характера человека зависела и внешность оружия самого по себе. Это тысячи рисунков. То есть семь лет ушли на такую тяжелую исследовательскую работу. Ну и попытки воссоздания. То есть у нас мир постепенно, постепенно стал обретаться. Все отрепетировать. Вот основное место основного проскока. Я думаю, что там должно быть все приготовлено для какого-то костра. Встречались, встречались, обсуждали, говорили, делали какие-то тесты. И так с ужасом. Давайте это обсудим. Ни в коем случае мы не должны выйти на съемку без этого. Нужно было найти людей, которым интересно в принципе решать новые задачи, которых раньше не ставили. И здесь же, и здесь же, когда мы проезжали, колеса там уже поднимают. На сто один кадр, вот мы едем в одном кадре. Года два-три нашел кастинг. Пробы актеров старались сделать в гриме костюме. Мы получали реальное время подготовки. Грим, костюм съедает часть съемочного процесса. И поэтому для планирования у нас как военные операции просто. Можем, Андрей Ильич? И начали! При этом участвует большое количество людей. Впереди через дерево. Быстро спрятали. Сколько раз можно говорить, а? Тир! Давай, колеса! Ты вынужден тех направлять, чтобы создать тот самый образ первоначальный, который возник. На колени встань! Герои на небо! Я, честно говоря, охренел от происходящего. Там пошел дождь, тут небо, тут полетел прибор. Были ураганы, были ветра, сносили палатки. Будучи окруженным таким количеством проблем и масштабом, он в первую очередь думает об артисте. Ты же артист у нас. Это все ради тебя устроено, понимаешь? Чуть-чуть по узке надо. Я понимаю, насколько ему непросто. Он так же ждет и опирается на поддержку и артиста. Мне с ним очень легко работать. Он прислушивается, он идет от актера именно. Надо напугать уже. Ну! О! Не забываем прощения. Все, можем? Все готовы? Свет уходит, все беспысленно будет. Прадоксальное решение. В сценах, в разборе сцен. Все зависит от страты нажат. Ты вначале словом бросишь. Я абсолютно чувствую себя с ним уверен. А это для артиста это очень важно. Начали! Начали!